МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-2 распочинает информационный выпуск телерадиокомпании Гомель. У студии Наталья Гнатенко. Доброй ранецы. Сегодня в Гомеле пройдут урочистости, примиркованные до 75-го года Чигуночного района. У Палацы культуры Чигуночников можно будет увидеть выставочные экспозиции мясовых предприемств, а также принять дело в святочном концерте. А на переддне у областных центра презентовали новое выдание, присвященное юбилею района. Чигуночный район Гомеля утворен в лепени 1940 года. У подрыхтовцы книги примали удел не только историки, а и все мясовые предприемства и организации. Тому у выдания максимально полно представлены все баки життя района. А в зместе можно мерковать по разделах. Гистория, промысловость, эдукация в улице и микрорайоны. На 350 сторонках так само знакомитые люди Чигуночного района. Герои Советского Союза, герои социалистичной працы, передовики в творчасти, спортсмены. Тираж юбилейного выдания крыху больше, як 600 экземпляров. Это и по оформлению золотая книга истории железнодорожного района. Но золото этой книги не только в оформлении. Золото и интерес ее и ценность ее в том, что с каждой страницы на нас смотрят люди. Это знакомые люди, это люди родные, близкие, которые представляют предприятия и организации железнодорожного района нашего города. Сегодня свое 70-ти годы означает Гомельский областный клинический онкологичный диспансер. Гистория установы ведется с 1945 года. Починалось все с онкологичного кабинета, девелся только амбулаторный прием. Зараз же это одна из ведущих установ аховы здоровья Гомельщины. Еще в 90-х годы весь Гомельский областный клинический онкологичный диспансер размещался тут, на Циолковского 119. Тогда было усягу неколькие отделения. У простых годы был открытый стационар на 45 ложков. Минавито с того часа диспансер начал оказывать специализованную онкологичную допомогу. Сегодня он заявляет с одной из ведущих клинических установ Гомельской области. У масштаба же республики ондругий после нового доследчика института онкологии и медицинской радиологии имя Александрова. Работа достаточно напряженная у нас. К сожалению, заболеваемость растет. В данном отделении отделения химиотерапии в среднем около 5000 курсов химиотерапии проводится, как в лечебном, так и в профилактическом режиме. В хирургических отделениях на этом корпусе выполняется в среднем около 3000 операций различных сложностей, в том числе высокотехнологичных операций с применением микрохирургических методик. Отделение химиотерапии займается лечением онкологии практически у всех локализаций. Сюда прибывают пациенты из всей области и не только. Выбор на корысть Гомельской установы робят и замежники. Кроме этого, у диспансера есть еще 12 отделений. Так, про 70-летний из маленького кабинета он вырос в буйную установу. Сейчас тут применяются самые сучасные методы для очевидения. Все относительно. Если взять нашу диспансеру 70 лет, это много или мало. Для цивилизации это мало, для человека это много. Для самой медицины, вообще в отрасли медицины тоже довольно неплохой срок. 70 лет. Я когда родился, я даже подумал, 70 лет диспансеру. И когда я родился, диспансер праздновал 20-летие со дня открытия. Сегодня уже, видите, 70 лет. В Гомельской области у нас полтора миллиона почти населения. И фактически всех пациентов онкологической патологии мы лечим и мы наблюдаем. Сегодня гомельские клинично-онкологичный диспансер. Это около 900 работников. Больше за 8 тысяч операций в год. С их прикладно 300 высокотехнологичных. Самые сучасные обсталявания. И при этом один из минимальных в свете показчиков после операционных ускладнений. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио компании «Гомель». Сегодня в Жлобине распочнется 17-й областный фестиваль «Ауганская песня. Час выбрал нас». На протягу двух дней у городским центры культуры будет проходить насыщенная концертная программа. Сегодня гостей фестиваля чекают у 15 годин, у суботу – у 13. С начала этого года на предприятиях Гомельской области работники незаконно недоотримали 0,5 млрд рублев. Такая лечба была гучена во время работы другого пленума Гомельского областного объединения профсоюзов. Делегаты вернулись к вопросу обороны права у работающих в современных экономических условиях. Олег Сюнцеров подчеркнулся, почему не все керавники мкнутся в икону в свои промые обвязки. 2672. Минавитостоки коллективных договоров заключены сегодня на предприятиях Гомельской области. По осудностях, это той нормативный акт, который в первую чергу обороняет социально-экономичные интересы работающих. Ильша справа, что предупрежденное положение выконывается не за всюды и не всюды. Нельзя сказать, как порушения были массовыми, а ли то, что ситуация потребует повышенной уваги, видово, что тем больше, что оборона социально-экономичных интересов работающих – головная задача профсоюзов. А тому контроль сегодня ведется сразу по никаких накерунках. От организации громадских приемных до проведения мониторинга непосредственно на предприятиях. По областным объединениям профсоюзов не утоивают. С погрешением финансовых показчиков повеличивается и колькость выявленных порушений, починающих от скасования продовлеженных ильгот до дня выплат и несвредчасовых выплат зарплат. Нарушение контрактных взаимоотношений, увольнение с нарушениями и так далее. Могу сказать, что только в этом году нам удалось через судебные инстанции и все прочее восстановить определенную справедливость и вернуть незаконно удержанные порядка 4,7 миллиарда рублей. Как свечусь в вынике мониторингу, довольно часто положения коллективных договоров не отповедают по требованиям действующего законодательства, а тому о Гомельском областном объединении профсоюзов переконанным. Сегодня необходимо не только оказывать глиновым организациям методичную допомогу, но и активно распространять установочный опыт. Тем более, что в регионе хапает и таких предприемств, где предупредленные коллективными договорами ильготы вы решили заховать. Тут признаются, что финансовые кропки гляджения, это максимально и не очень выгодно, а лекали думать об коллективе и о его будущем, иначе нельзя. Сегодняшние условия работы достаточно сложные, заработная плата упала, потому что работы у нас недостаточно. Считаю, что если отобрать то, что мы завоевали, это будет неправильно. Сирот ближайших приоритетов – створение профсоюзных организаций и заключение коллективных договоров на усих предприемствах Гомельской области, причем незалежно от формы властности. В этом году отповедную работу провели, например, в шергоспортивных школ региона, в финансовых отделах, некоторых райваконкаму, предприемствах «Беларусьнафтотранс» и «Химтранс». Али наибольшие складанные ситуации в этом плане на недержавных субъектах господарения. Порядка до 7 тысяч за год обращений, причем все эти обращения связаны, будем так говорить, или с нарушением, или с разным толкованием норм трудового законодательства. Поэтому не все наниматели, конечно, пытаются сразу бросаться в объятия и говорить, что нам профсоюз нужен. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». В Гомельском театре «Лялек» начались новогодние ранешники. В программе выступления для елки, гульника, рагоды, встреча с Дедом Морозом и снягуркой, а так само дискотека с самыми великими «Лялками Беларуси». Али кульминация свята – премьерный спектакль по мотивах каски «Снежная королева». Инсценировку зрабил гомельский драматург Василь Ткачоу. Больш за месяц трупа репетировала постановку, каб напереда дненовага года порадовать як самых маленьких глядачоу, так и их батькоу. На сцене з'являються семь галунных героев, які а пасля таго як трапляюць у палон «Снежной королевы» переутвараюцца у «Лялек». А левя дома у решті решт магия дружбы и любови верни усе на свае месце. Добрую каску и святочное шоу можно наведать у гэтым годзе до 30-го «Снежнеуключна» и у наступным с другого по 10-го студеня. Пасля новогодніга марафону спектакль станет часткой основного репертуару театра «Лялек». Смысл сказки о том, що нікогда не наступить время тьмы і холода, пака в мире є два любящих серця, каторе своєй теплотой сагреють весь мир. Вот об этом наша новогоднія сказка. 12-й открытый республіканский командний турнір па гри-карымской боротьбе пам'яті заслуженого тренера Беларусі Константина Марачкіна прайшоу у Гомілі. Асаблівасьцю тім, што спаборніствы носіли командний характар. Звычайно, на турнір з'яжжаюцца команды з усіх областей Беларусі, а таксамы з замяжі. У гэтым годзе гастей не було. Причыны – календарная несостыковкі і фінансовая тяжкості. А таму спаборніствы проходзіли у форматі областных. Удзельнічали 10 команд, па трізгоміля і мазыра, две са Светлагорска і па одной з Калінкавичаў і Жлобіна. Спаборнічали юнаки 2001-го і 2002-го гадоўна Раджэння. Схваткі борцов гэтага узросту заусюды проходзіць цікава. Шмат емоцій і непрадказальність заходу. До того ж турнір командный і при падведзенні вынікаў, кожнае набраные очко можа быць рашаючым. Даже проігрывая, нужно стараць взяць один бал, што бы шли очки в зачет команде. На першем этапе команды подялили на две групы. Стопроцентный вынік показали ў сваіх квінтетах команды Светлагорск-2 і Калінкавичі. Яны разыграли поміж сабой перше і другое місце. Мацнейшими ў фінале були борцы со Светлагорска, замкнула тройку призёров команда Мазыр-1. Выгляделі праграму «Репартер» талі радую компанію «Гомель» у студы працывала Наталі Ігнатєнка. Я і мае калегі жыдаем вам удалага дня. До новых сустрэчу ефіры.